Здравствуйте! Сегодняшним героем программы «Наши тесты» будет компактный городской кроссовер, который фактически не имеет прямых конкурентов на российском рынке. Более того, еще задолго до появления этой модели ее ждал успех. И когда первые живые машины добрались до шоурумов российских дилеров, то сразу же очередь на этот кроссовер растянулась до года. Не буду томить, сегодня я знакомлюсь с Рено Дастер. Правда, слово «знакомлюсь» здесь слегка неуместно. Посмотрите на него. Дастер как Дастер. Ничем визуально не отличается от того, который вы сегодня, безусловно, видели в своем дворе, или с которым ехали рядом в пробке. Скорее, для сегодняшнего тест-драйва подойдет куда более подходящее выражение. Я открываю для себя по-новому популярный кроссовер. И на это есть сопутствующий информационный повод, но об этом чуть позже. Конечно, многие из вас ожидали увидеть обновленный Рено Дастер, который не так давно был презентован широкой публике в рамках франкфуртского мотор-шоу. Правда, если вы помните, там был показан не Рено, а Дача Дастер. Но все же, те обновления, которые претерпел кроссовер, выпускающийся под румынским брендом, в скором будущем должны были перекочевать и на нашего старого знакомого, на Рено Дастер. Но нет. Вернее, пока нет. И на то есть объективные причины. Например, то, что к нам на рынок Рено Дастер попал с задержкой в полтора года. То есть сейчас невыгодно и нецелесообразно модернизировать производство под обновленную модель. Тем более, что само производство в скором будущем переедет с завода Автофрамос на завод в Тольятти. Вот тогда-то и стоит ждать появления обновлений. Безусловно, вы уже видели подробные обзоры этого кроссовера на нашем телеканале. Но специально для тех, кто видит Дастер впервые, я предлагаю познакомиться с его основными техническими параметрами. Длина автомобиля составляет 4 315 мм. Колесная база 2673 мм. Высота 1695 мм. А ширина ровно 2 метра. Дорожный просвет 210 мм. И хорошим бонусом, просто необходимым в условиях российских дорог, является то, что защита Картера не причислена к допам и положена всем Дастерам вне зависимости от комплектации. Объем багажного отделения кроссовера в полноприводной версии составляет 408 литров. Но складываем спинки заднего дивана, и загрузочные возможности увеличиваются более чем в три раза. Ну а теперь возвращаемся к тому, из-за чего, собственно, этот кроссовер получил статус героя нашей сегодняшней программы. В нашем распоряжении полноприводный Рено Дастер. И посмотрите вот сюда, в салон. Свершилось! Теперь здесь, в салоне, появился чужеродный для версии 4х4 рычаг автоматической коробки передач. И это то, чего действительно так долго ждали российские поклонники французского кроссовера. Ну что, ключ на старт. В данный момент 4-ступенчатый автомат положен лишь для полноприводного Дастера с бензиновым двигателем, объем которого составляет 2 литра. При этом он развивает мощность в 131 сил и имеет 195 ньютон-метров крутящего момента. Расход топлива в смешанном цикле, заявленный производителем, составляет 8,7 литра на 100 километров пути. Разгон с места до 100 километров в час составляет 11,7 секунды. Потолок скорости – 172 километра в час. Для многих автомобилистов понятие «полный привод» безальтернативно связано с механикой. Мол, на автомате нельзя ездить по бездорожью, и он не справится с теми трудностями, с которыми, например, отлично справится человек и механическая коробка передач. А вот здесь вот есть несколько «но». Во-первых, вне зависимости от типа привода и коробки передач, нужно реально оценивать свои силы и возможности своего автомобиля. Кстати, не так давно были проведены исследования среди покупателей кроссоверов и внедорожников. Так вот, исследования показали, что владельцы этих автомобилей за все время эксплуатации вседорожного транспортного средства по действительно труднопроходимым участкам проезжают всего не более 0,1% от общего пробега. То есть многим куда важнее наличие внедорожного потенциала, которым, судя по исследованиям, пользоваться они будут не так часто. Что касается «Дастера», то инженеры не просто поставили четырехступенчатый автомат в полноприводный кроссовер. Зная основные моменты, которые затрудняют путь автоматическим трансмиссиям на бездорожье, они внесли ряд технических изменений и подкорректировали настройки. Так, например, автомат на версии 4х4 получил дополнительную воздушно-масляную систему охлаждения для предотвращения риска перегрева при высоком уровне нагрузки в сложных дорожных условиях. Также, помимо трех режимов работы трансмиссии, есть уже знакомая кнопка со снежинкой, которая в новой версии кроссовера поменяла свой функционал. Теперь после нажатия на кнопку меняется чувствительность педали газа, что позволяет более гибко дозировать крутящий момент. Еще при включенном режиме 4WD-LOG и при режиме ручного управления трансмиссией появилась возможность сохранения выбранной передачи даже после достижения пороговых значений оборотов двигателя. Сделано это для того, чтобы не допустить падения крутящего момента, который происходит при переключении передач. На фоне всего вышесказанного могу промежуточно подытожить, что у Renault Duster, вне зависимости от типа коробки передач, есть все инструменты для того, чтобы покорять бездорожье. Ну, в рамках разумного, разумеется. Если говорить проще, то не думаю, что человек, который проездил на полноприводном Duster с механической коробкой передач, пересев на аналогичный Duster, но с автоматом, будет постоянно где-то застревать. Или он будет с чем-то ущемлен. Но, напротив, если он горожанин, а таких среди покупателей этого автомобиля большинство, то он подчеркнет для себя много плюсов. Например, то, что у этого автомобиля две педали. То есть, двигаясь по пробкам, вам не нужно постоянно перебирать передачи и доводить до судора к свою левую ногу. Второе – это то, что при наличии автоматической коробки передач, которую недолюбливают фанаты бездорожья, он все-таки не будет скован в рамках душного мегаполиса. Нет, он также может выбираться за город, ездить на рыбалку, охоту, ну, проще говоря, сворачивать с глади асфальта в те места, где дорога фактически отсутствует. По крайней мере, внедорожный потенциал у этого автомобиля есть, но, как я уже говорил, в рамках разумного. И его не стало меньше с появлением автоматической коробки передач. Есть, кстати, еще один стереотип, который хоть как-то оправдан в повседневной практике. Автомобили с автоматическими коробками передач потребляют больше топлива. Да, действительно, это так. И поэтому многие автомобильные производители сейчас стремятся внедрять в свои продукты семиступенчатые коробки, восьмиступенчатые. И, разумеется, такие технические решения сказываются на расходе топлива. То есть он становится ниже. А вот с нашим Duster ситуация немного иная. Здесь старенький четырехступенчатый автомат. Вот сейчас мы двигаемся в достаточно смешанном режиме. И бортовой компьютер мне показывает, что расход топлива составляет в районе 16 литров на 100 километров пути. Когда я только сел в автомобиль и проехал первые километров 50, он мне и вовсе показывал, что расход составляет 19 литров на 100 километров пути. Что действительно много. Возможно, нужно обкатать машину, привыкнуть к этой автоматической коробке передач, и тогда он упадет до заявленных производителем. Но, по крайней мере, пока у меня этого сделать не получилось. Конечно, многое зависит от вашего стиля вождения. Но как бы вы консервативно не обращались к педалью газа, нужно понимать, что чудес не бывает. На это же намекают и динамические показатели кроссовера. В городе вы, в принципе, не будете отставать от общего потока машин. А вот на загородных трассах, в тех местах, где действительно нужен мотор с высоким крутящим моментом и скорострельный автомат, вот здесь уже сложнее. Мне, например, приходится избирательнее подходить к вопросу выбора мест для того, чтобы совершить обгон. Ну, а если и в городе, и за городом ваш стиль вождения можно охарактеризовать как спортивный, то вы уж точно вряд ли найдете взаимопонимание с автоматической коробкой передач. Он предательски неверно будет предлагать вам ту или иную передачу, не понимая того, чего вы действительно от него хотите. Разумеется, на этом фоне и расход топлива будет выше. И не исключено, что на ресурсе коробки это скажется. Если постараться округлить все вышесказанное мной, то получается вот что. Автоматическая коробка передач была на Дастере и раньше. И владельцы моноприводных кроссоверов уже смогли оценить все ее плюсы и минусы. Теперь же специально для тех, кому важно, чтобы было 4 ведущих колеса и при этом автоматическая коробка передач, производитель предлагает вот эту вот спецификацию. То есть он, по сути, расширяет и так немаленькую аудиторию этого кроссовера. Продажи полноприводного Дастера с автоматической коробкой передач стартуют в январе 2014 года. Уже известны и цены на новинку. Так, за Дастер в комплектации Экспрессион дилеры будут просить от 663 тысяч рублей. Привилледж обойдется на 54 тысячи дороже. Ну и самая верхняя комплектация, люкс Привилледж, будет стоить от 775 тысяч рублей без учета дополнительного оборудования. Россия является лидером по числу продаж Рено Дастер во всем мире. За 10 месяцев текущего года обладателями кроссовера стали около 70 тысяч человек. На этом фоне неудивительно, что наша страна будет первой, кому достанется полноприводный Дастер с автоматической коробкой передач. Более того, представители компании утверждают, что этот автомат специально разрабатывался и настраивался под суровые российские условия эксплуатации. И он уже прошел десятки тысяч километров тестовых испытаний по российским дорогам. А вот насколько автоматическое КПП придется по душе российским покупателям, и насколько она неприхотлива и надежна, покажет лишь время. Субтитры подогнал «Симон»